Я сама взяла книжечку «Прощай, Молдавия», которая вышла, так сказать, между Израилем и Москвой, и там 12 поэтов наших. Из них половина нет живых, из оставшихся живых 5, а уехали, уцелевшие и оставшиеся на месте, это я одна. Поэтому мне не привыкать, понимаете? Должна сказать, что, конечно, восхитительный сегодня день. Я вам так благодарна, Александр. Вот надо, чтобы приехал Александр, привез с собой поэтов, для того, чтобы мы встретились с Мишей Флори, с которым мы не виделись годами, значит, с Юрием Гудумаком, с которым мы не виделись годами, чтобы мы пересеклись и говорили о литературе. Для того, чтобы вот услышать, знаете, как сказать, вот боль другого поэта становится твоей болью. Вот сегодня спасибо поэту, который читал передо мной, разлучил нас с Мишей Флори, вот, но я благодарна, потому что вот отклик вашей стихи вызвали отклик вот у всего нашего стола, несмотря на то, что мы уже выпили без всякого аппаратуря. Вот. И, конечно же, сегодня столько говорили о Кишиневе, а это не только моя тема. Я пишу об этом как журналист, как поэт, как прозаик. Это бесконечная тема. Уже нет того города, уже нет тех улиц, уже нет тех людей. Но вот этот воздух, о котором писал Довид Кнут, эмигрант, кишиневский парень, который прославился в городе Париже, ну, это особенный еврейско-русский город. Сегодня моя подруга Юлия Семенова говорит, вот чем ты объяснишь, вот мы два дня назад презентацию проводили сборника, извините за выражение, проклятый город Кишинев, о поэках 70-х, 80-х годов. И она говорит, вот чем ты объяснишь, что в те годы такое количество блестящих, разных, очень интересных поэтов вот на этом глачке земли. Вот действительно, чем объяснить? Невозможно объяснить. Вот точно так же, как невозможно объяснить вот то, что Пушкин оставил в составе этого воздуха и то, что он взял из него. Это загадка. И пусть она будет загадкой прекрасной. Вот. И сегодня мне как раз вот... Субтитры сделал DimaTorzok.